Как зовут нас? Сколько лет? Канаев Никита Андреевич, 14 лет. Откуда родом? Родом с Харькова. Семья там проживала? Семья там проживала, да. Как здесь оказался? Родители привезли, когда началась война. Посмотрели на мой твой мобильный телефон. Там много всякого такого необычного увидели. Давай, ты мне сам расскажешь, как ты к этому пришел. В 2021 году, приблизительно в середине осени, в школу пришел парень, по имени Олег. Он и привел, собственно, к идеям. Он учиться пришел? Да, все время подходил, по мне общался. Ну и сдружились. После начал рассказывать мне про идеологию, про построение идеального государства, идеального мира и про идеал человека. Потом начал приглашать на так называемые патрули, которые заключались в поиске наркоманов и компаний, распивающих спиртные напитки в общественных местах. Потом, спустя год от пол, пригласил меня в движение Центурия, которое доставляло бесплатные тренировки по боксу, на живом убое и борьбе. Назамен же участники движения должны были совместно с лидерами ходить и подпендировать в центр города от так называемых маргинальных слоев, которые также представили собой, также алкоголиков, наркоманов и компаний, ведущихся в неадекватных. В один момент я захотел уйти. Мне стали поступать угрозы о том, что если я уйду, то у них есть мой адрес, есть ли у меня информация, они меня в любом случае найдут. И также, скорее всего, было бы расправлено. Соответственно, из-за этого я остался дальше. Когда тебе этот парень из девятого класса рассказывал про построение идеального мира, какие примеры он приводил? Примеры? Примеры здорового общества, которое не пьет, не курит. Примеры из истории были какие-то? Из истории. Он как раз приводил примеры нацистской Германии. Анализ телефона, по-моему, и определенных переписок показал, что есть такие антироссийские настроения своего робота. На самом деле, в первую очередь я сегодня понял, что это навязано, потому что русские солдаты сегодня убедились абсолютно адекватно и такие же люди. А антироссийские настроения были навязаны скорее фальшивыми историческими примерами. Тебе известно о том, что твои предки, то есть, деды, прадеды, воевали на фронте? Тебе известно, против кого они воевали? Они были членами Советской Армии? Да. Есть много таких ребят, как ты. И надо постараться сделать все возможное, чтобы они не попали в похожую ситуацию или еще хуже. Обратиться, может быть, к своим друзьям, товарищам, сомневающимся. Парни, все, кто идет на поводу идеологии близких к нацизму, к национализму, в первую очередь стоит задуматься о будущем. Что вас может ждать? Вы можете быть в такой ситуации. У вас ситуация может быть еще хуже, чем у меня. Мне во многом повезло. Я сейчас сижу живой. У меня все конечности на месте. Я целый, я не травмирован. И это, безусловно, не может не радоваться. Но что может быть с вами в данной ситуации? Нужно ли оно для вас? Мне кажется, что нет. Все эти идеологии никогда не приводят к ничему хорошему. Идеологические рамки в нашей стране очень сильно размыты. А история очень переписана. Имеет совершенно любой характер, как это есть на самом деле. Сейчас мы беседовали с сыном, это когда-то, когда Никита. У него, конечно, в голове были определенные такие мысли, нехорошие мысли. Что можете сказать по этому поводу? Буду перевоспитывать. Не знал ли я правды, не знал про это все. Вы сами какой придерживаетесь? Идеологии? Я уверен этого всего. Я всю жизнь водителем проработал. Никогда против России не был, против ДНР, ВНР тоже никогда не был. А вас не мобилизовали? Я не служил. Понятно. То есть в военной службе, органам и поводным? Вообще никогда. Белый. Я вас попрошу сейчас на камеру сказать несколько слов таким же подросткам, заблудшим душам, как ваш предостеречек от каких-либо поползновений в сторону всех этих нехороших движений. Ребят, не будьте нацистами. Это все нехорошо. Это очень нехорошо. Можно болеть за Украину, можно болеть за Россию, но никак не нацизм. Это очень плохо, нацизм.